Добрый день, дорогие друзья, Александр Белов Люди, люди, предки обезьян Или в кого только не превращают эволюционисты наших предков А не превращают они в кого угодно Кризис современной эволюционной антропологии В сообществе антропологов и эволюционистов наметился раскол Европейские антропологи не прочь, как бы не прочь Выводить родословную человека от ископаемых европейских Обезьян, итальянских, германских, венгерских Которые были более прогрессивны, чем современные гориллы-шимпанзе А также прогрессивнее, чем ископаемые африканские обезьяны Ну, условно говоря, дариапитеки От которых сохранились по большей части челюсти и зубы Ну, конечно, с этим не согласны сторонники африканской прародины Американские антропологи, например, считают, что все происки ученых европейцев И это надо пресекать в корне Потому что все это препятствует распределению денежных средств Итак, человек произошел, по мнению американских антропологов Может быть, политкорректных излишне Это как версия от африканских ископаемых обезьян А европейские ископаемые обезьяны независимым образом Осваивали бипедальность и пошли тупиковым путем развития Так как эволюционировали не в том месте Не в благоприятном месте То бишь, в Африке В общем, надо понимать, что надо эволюционировать в хорошем месте А не просто как бы, как бы, как бы, как бы Как говорится, что-нибудь Так вот, что мы имеем дальше, дорогие друзья А мы имеем то, что мы имеем В общем-то, мы видим с вами, что Вот, Рудопитек Рудопитек имел длинную гибкую поясницу Ну, кто такой Рудопитек Обнаружил он в Венгрии Остатки таза Все такое прочее Очень даже хорошо В общем-то, таз европейской обезьяны Рассказал об истории прямохождения Это заголовки журналистов Которые симпатизируют эволюционной теории Ну, и вот тут пишут Рудопитек Один из видов дриопитеков Древесных обезьян Живших 9-12 миллионов лет назад И предположительно Являющимися предками людей Это, конечно, в общем-то, возмутило Американских антропологов Что это за предки людей И тем более шимпанзе и гориллы Которые жили в другом континенте В Африке Это вам не Европа Это Африка Местом их обитания была Африка и Евразия В тупом покрытой густыми Тропическими лесами Остатки дриопитеков В общем-то, недавно найденные Недареко с городком шахтерским Рудобанья в Венгрии Кости таза Незаводренного родопитека Международная советская группа Во главе с Кэрол Уорд Из университета Миссури Проанализировала этот новый таз Таз новый И обнаружила, что бипедализм То есть двуногая походка, так сказать Или способность двигаться на двух ногах Может быть более древней, чем считалось раньше Ну вот и таз Этот самый, который промежуточный Между обезьяной Допустим, современной, как говорится И человекообразной И всякими разными другими обезьянами Рудобитек был похож на современную обезьяну Вероятно перемещался среди ветвей Как многие обезьяны сейчас Держа свое тело вертикально И перехватывая ветви руками Говорит Уорд Тем не менее, он отличался от современных приматов Более гибкой поясницей Гибкая поясница, как у балерины, наверное Это означало, что, сойдя на землю Он мог стоять прямо, как делают люди Дорогие друзья Как это делают люди? Да, вот так вот стоять прямо И иметь гибкую поясницу Горилла и шимпанзе Примкнувшие к ним орангутаны Гиппоны, конечно же В общем-то, может быть, и умеет Но гибко, так сказать, стоять, как делают люди Наверное, не умеют Современные африканские человекообразные обезьяны Имеют длинный таз и короткую поясницу Что является одной из причин Почему они обычно ходят Действительно, 95% времени Ходят на четвереньках Когда находятся на земле У людей более длинная и гибкая поясница Которая позволяет им прямо и без проблем Ходить на двух ногах В общем, целая ода поясницы гибкой и длинной Если бы люди развивались из приматов Похожих на построение скелетов На современную гориллу Ну, предполагают исследователи Европейские исследователи Потребовалось бы существенное изменение Чтобы удлинить поясницу Укоротить таз Но эволюция пошла коротким путем В общем-то, она не стала так длинна Так сказать, эти изменения И если бы люди произошли от предка похожего на родопитека Мечтают, мечтают, как говорится, из Миссури В общем-то, исследователи В общем-то, произошли предка на похожем родопитек Этот переход был гораздо более простым Намекают на то, что мы можем То есть, люди Так сказать, переходное звено Между, так сказать, какими-то высшими существами Богочеловеками, обезьянами Они происходят от родопитека Это очень даже любопытно и интересно И на самом деле Ученые пересмотрели теорию эволюции Вот такие вот названия В общем-то, дают эволюционно настроенные журналисты Своим статьям Ну вот, дриопитеки Род вымерших человекообразных обезьян Известных по ряду остатков Найденных в Восточной Африке Африки и Вразии Жили под временами оцену То есть, примерно в это же время Вероятно, так сказать, кто кого Включим ли мы в род дриопитеков, как говорится Наших родопитеков Или родопитеки выйдут из него И образуют новую свою человеческую популяцию Потомками которой мы являемся Это, конечно, история не имеет Со слагательным наклонением И эволюционисты думают иначе Они спорят о возможных путях эволюции человека Дорогие друзья И спор этот длительный Он ведется уже много лет, как говорится И нет числа, в общем-то, гипотезам Некоторые авторы на основе особенностей скелета дриопитеков Высказали предположения Бипедализме Родопитека И испанопитека То есть, еще в Испании, так сказать Прибоходящие Двуногие, как говорится, существа Были, как говорится В общем-то, нам может быть Это инопланетяне Однако, в общем-то, это не было подтверждено Другими исследованиями Не было, вроде бы Но в 2019 году повторные исследования подтвердили версию Приспособленности венгерских родопитеков К вертикальному лазанию и хватанию за низкорасположенные ветки Я скажу вам по секрету Что антропологи европейские идут еще дальше Они говорят о том, что они никогда не были четвероногими наши предки Они так и ходили, в общем-то, и так и лазали с хватанием на низкорасположенные ветки И, в общем-то, держали свое тело вертикально То есть, не было у нас четвероногих предков-обезьян Дорогие друзья, с чем я вас и поздравляю Кризис эволюционной антропологии Но почему же, почему же венгерские антропологи И всякие другие антропологи европейские И не только европейские, как мы видим из Миссури, например Они, собственно говоря, не задаются вопросом А почему, собственно говоря От кого произошли гориллы и шимпанзе четвероногие? Не есть ли это, так сказать, инволюция? Когда двуногой походке переходит четвероногой То есть, способ передвижения на прямых ногах уже был у наших предков Они его утратили и стали на четвереньки Это очень печально, потому что, дорогие друзья В общем-то, гориллы не наши предки и не наши потомки Но, собственно говоря, кто же такие гориллы? Они выходят в дело деграданты Инволюционировавшие из более, так сказать, совершенных форм И это печалит, в общем-то, американских антропологов Которые, собственно говоря, не согласны с этим В общем-то, подлил масло в огонь новый, так сказать, эксцесс В 2019 году был найден Давиниус И вот этот Данувиус, вернее, не Давиниус, Леонардо Давиниус А этот Дануниус, Дануевовинус В общем-то, как говорится, гоминид Живший в Верхнем Меоцене В общем-то, Тартонский век Ископаемые остатки были найдены где? На юге Германии Которая в это время представляла собой редколесье С переменным климатом, дорогие друзья В общем-то, не есть ли это намек На то, чтобы, в общем-то, пересмотреть И вывести от германских обезьян От наших правильных арийских предков Как говорится, обезьяних предков Нашего все человечества И это, в общем-то, уже как-то надо уточнить О чем, собственно, идет речь На юге Германии, в области Вот такая прекрасная область Как раз зарождалась жизнь Обезьяньего стада Это стадо превращалось в человека И ходило это стадо на вертикальной Как говорится, в вертикальной плоскости Держа свое тело И ходила она бипедально То есть на двух ногах А, в общем-то, все эти африканские обезьяны Четвероногие никакого отношения не имеют Ну и что же, собственно, этот, так сказать Так сказать, незабвенный Данувиус А Данувиус, он, в общем-то, оказался не таким простым Обнаружены, так сказать, трубчатые кости И, в общем-то, это редкая удача Которые проливают свет эти трубчатые кости Анатомическое строение При движении современных обезьян Эти обезьяны способны как на подвешенную Так и на ходьбе на двух ногах Бипедализм В то же время, как другие ранее известные Так сказать, предпособлены к первому А люди ко второму Но вот здесь другие ранее известные Не упоминаются африканских Но намекаются В общем, знай свое место Африка А мы, как говорится, немцы и баварцы Будем происходить от своего собственного предка Который, в общем-то, в лишний Был общий предок между людьми Большими человеками Человекообразными обезьянами Вот так вот, дорогие друзья Можно, так сказать, дойти до того Что Бавария проиграла Байеру В общем-то, и вот Данувиус, обезьяна Баварева И, в общем-то, мы с вами понимаем Что палеонтологи обнаружили в Баварии Не обезьяна подобного предка человека А человека Бывшего Популяция которых топтала нашу землю на двух ногах Потому что она, так сказать, еще не успела Забираться нам на деревья По словам исследователей Однако эволюционистов Передние лапы примата Позволяли ему висеть на деревьях Уже позволяли Но при этом он обладал прямыми задними конечностями Которые еще, собственно, прямые задние конечности Не утеряло от своего человеческого прошлого Это первая находка, позволяющая увидеть Последнего общего предка Обезьяна людей Но так предполагают эволюционисты В общем-то, что от него осталось Про зубы и челюсти, как говорится Но здесь дело не в челюстях и зубах Изучив кости, ученые пришли к выводу Что животное передвигалось уникальным способом Вот эти конечности Вот эти, так сказать, ручки и ножки Которые лежат, в общем-то И ждут, в общем-то, своего вердикта От ученых-эволюционистов Способ лакомоций То есть передвижение животного Отличался от любого известного науки И живого существа Сочетая в себе как древолазание Очевидно, они переходили к древолазанию Так и еще остаточное хождение На задних лапах Почему человеческая стопа называется лапой? Вот в чем вопрос Причем прямохождение развивалось у этого вида Не на земле, а на деревьях Это тоже очень голословное утверждение Широкогрудова Широкогрудова Примата назвали Широкогрудой Он тоже, как говорится, истинный баварец В честь кельтского речного бога Знай наших В общем, не все африканские, так сказать, названия Типа Афропитека там И прочих разных В общем-то Здесь вот наш Кельтский, как говорится, речной бог Новое открытие приблизительно ученых, так сказать, приблизило Почему и как наши предки спустились С деревьев на землю А спускались они вертикально То есть на четвереньках никто никогда не ходил Это поразительно Это недостающее звено Нас поразило сходство некоторых костей с человеческими Сказала палеонтолог Мадлен Беме Из Тюбингенского университета А что она еще могла сказать Из Тюбингенского университета Больше всего меня удивило сходство в костях спины и голени Дали, Данувиус, обезьяный человек в одном лице Говорит ученый Ученый я Обезьяноподобные черты Слегка вытянутые руки Как у Нубонопа, корыкова шампанзена Не такие длинные, как у гориллы гиббон Не такие длинные, еще не успели И направленный в сторону Большой палец направленный в сторону Однако, в отличие от других обезьян Такие, как гиббон или ангутан азиатский У этого вида были прямые задние конечности То есть, человеческие Которые могли использоваться для ходьбы Добавила Мадлен То есть, это явный признак того Что, в общем-то, германцы В общем-то, свой реванш Так сказать, блицкрик антропологический Найденные окаменелости Среди которых зубы, челюсти И части грудной клепки, позвоночника, конечности Принадлежат четырем особям То есть, ошибиться невозможно Четыре особи Самцу, двум самкам и детенышам И вот тут позвонки Анализ зубов и так далее Подвижные запястья Сильная хватка И прямые ноги В общем-то, вот так выглядели Человеческие деграданты Десять миллионов лет назад В Баварии Мы можем оценить его рост И так далее И там подобная хватка Сильная Прямые ноги Дорогие друзья И что дальше? А дальше антрополог В общем-то, говорит Что, в общем-то, это Вот, кстати, и сама Беме И держит, так сказать, большую берцовую кость И говорит, что это, в общем-то Исключительно похоже на человеческую Большую берцовую кость Как говорится, альболит Помните в этом самом В фильме Альболит 66, по-моему Как говорится Держал он человеческую кость Или не держал В общем-то Дорогие друзья До какой степени маразма Дошли эволюционисты На самом деле, в общем-то Нельзя Ученых, так сказать, так обзывать На самом деле Надо говорить о том Что ученые ищут А ищут они под фонарем Это понятно Что фонарь был, так сказать Где зажжен, там ищут А вот другой, так сказать Обезьяний, так сказать Субъект Который передвигался на двух ногах И тоже в Италии И тоже в Европе Тоскана Звали этого чудовища Так сказать, волосатые чудища Из аленького цветочка Реопитек В общем-то У него была прекрасная мордашка Где большие клыки В общем-то Несильный прогнотизм челюстей В общем-то Очень даже, так сказать По-человечески Понятный Но главное У него был точечный захват И он каждую ягодку На болоте Собирал Своей, так сказать Ручкой, так сказать Зажимая ее Между, так сказать Остальными Большим пальцем Это было очень удивительно Ученым это все видеть Но они это видели И, в общем-то Поражались А поражались они Почему? Потому что 50 скелетов Реопитека За 100 лет И даже более того За 150 лет Были обнаружены И, в общем-то Хорошо изучены Италия Тоскана И вот Даже его в свое время Назвали угольным человеком Этот болотный обезьян Реопитек Бомбалийский Но, тем не менее Сардиния Италия 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 В общем-то Безобвенные места Как раз Родина Человечества Итальянские Коммунисты То бишь Эти антропологи И немецкие Баварские Так сказать Антропологи Солидарные Венгерские Примкнувшие к ним Что Родина Человека Европа И эти Так сказать Угольные люди Они Так сказать Явились предками Людей И что В общем-то Поведали нам В Википедии Об эволюционной Истории Кориопитеков Очень Душесчипательная Вещь Похолодание Случившееся Около 9 Миллионов Лет назад Привело К прекращению Тропических Ословов С умеренным Климатом В общем-то Фауны И так далее Обезьяны Выжили на островах Потому что Там не было Других хищников И врагов Это удивительно В общем-то Ну и понятно Они сохранились И когда уровень Понизился Острова Соединились Туда Понализили хищники Около Семья Они всех съели Потому что Ходили они На двух ногах И у этих Так сказать Обезьян Было Так сказать Очень интересное Прямохождение В общем-то Они напоминали В общем-то Птичью лапу Их стопа В общем-то Она Так сказать Большой палец С плюсневой Первой костью Отводился В сторону Под 90-градусным Углом Это было Удивительно Но В целом Ореопиток Конечно Был Так сказать Прямоходящий И в общем-то Были похожи На птичьи лапы Анатомически Отличался От строения Ног предшественников Человек Большой палец Ног стоял Под прямым углом А притчи были Существенно короче Сильнее Чем у современных Обезьян Походка была Видимо Шаркающая Но что мы хотим От деградантов Уникальное Строение Конечности Не позволяет Связать этот вид Другими видами Обезьян Хотя некоторые Авторы считают Его родственным Преопитеком Это уж вряд ли Конечно Большинство Эволюционистов Антропологов Считает его Тупиковой Ветвой Эволюции В которой Прямохождение Развивалось Независимо От предков Человека И другим Способом В какой-то момент Эриопитек Отделился В какой-то момент Отделился Не захотел С ними жить И качаться На одной ветке И решил Пойти своим Прямоходящим Путем Сам Один Отделился От прочих Обезьян В общем-то Тоже Эволюционистам Не ясно В какой-то момент Произошло В общем-то Вот такая Вот история Дорогие друзья Физические Клыки Не выдаются Характеристика Многие авторы Это признаком Отсутствия Внутригрупповой Конкуренции Полового Диморфизма Да Действительно Клыки А может быть Клыки-то И особо У людей И бывших И не выдаются А появляются Вторично Об этом Об этом Эволюционисты Не задумываются Особо Не задумываются Весили эти обезьяны 35-30 килограмм Но это вот Незабвенная горелла О которой Эволюционисты Забыли Потому что Она ходит Опираясь На костяшки пальцев В общем Горелла Здесь неудел Есть В общем-то Афропитеки Афропитеки Наше Все В общем-то Они жили В эпоху 16-18 эпох Амиоцена Миллионов лет назад И в общем-то Открыты Еще Ричардом Лики В 86-м году И в общем-то От них В общем-то Афропитеков Выходят Разные И как говорят Эволюционисты Из этой Так сказать Прародины Человечества Которая находится В Восточной Африке Афропитеки Вышли И расплодились И в общем-то Завоевали Всю Евразию Но с этим Не согласны В общем-то Европейцы В общем Что пишут Сторонники Африканской Прародины Начав эволюционировать В южной части Восточно-африканской Рифтовой долины Куда без нее Без этой долины В общем-то Долина Она Как говорится Есть долина В общем-то Где легко копать И все это Так сказать Лежит на поверхности Иди и собирай В общем Афропитек Предок Дриапитека Распространился По всему Африканскому Континенту И Аравии Проник в Азию И Европу Грифопитек И конечно Бирочки Написаны Кто от кого Произошел На этих костях Которые Обнаружили Эволюционные Антропологи Длину он Был 60 см Возможно Имел Длинные Передние Конечности С помощью Которых В общем-то Передвигался Сверхи На ветку Как современные Орангутаны Гиббоны На самом деле Ничего не говорится О том Что в общем-то Эти самые Афропитеки Как говорится Топтали Землю Как люди Или как По крайней мере Европейские Так сказать Обезьяны Найденные Так сказать Не так давно Но какой же Вывод Мы можем Сделать Из этого Дорогие Друзья А вывод Самый простой И удивительный Как говорится В любимой Африке В общем-то Эволюционировали Только наши Предки А европейские Обезьяны Тупиковый Путь развития В общем-то Утверждают Современные Американские И примкнувшие Им Антропологи С другой стороны Итальянские Ископаемые Ариопитеки Были не похожи На других Прямоходящих Ископаемых Европейских Обезьян Родопитека Данувиуса Это указывает На независимый Источник Происхождения Их двуногости Это мы От себя От лица Инволюционистов Поясняем Вероятно Ариопитеки Инволюционировали Это новое Слово Для Эволюционного Уха Независимым Образом От Миоценового Человека Вот Стопа Стопа Человека Вероятно Современного Но невероятно Это точно Что современного Но вероятно Такая же Стопа была И у миоценового И у миоценового Человека И удалось Как говорится Шимпанзе И гориллам Отвести Большой палец И плюснивую Кость Первую Вторую И очистить Хватательное Движение А вот здесь Мы видим С вами Стопу Ориопитека Болотной Обезьяны Которая Умудрилась Отвести Еще больше На угол Превышающий 90 градусов И отсюда Стопы Ориопитека Стали похожи На птичьи лапы Но вы обратите Внимание На пяточную Кость Она расположена Пактически Под тем же Углом То есть вертикально Как у человека Ее это Отличает От пяточной Кости Шимпанзе Которая Расположена Под углом К плоскости Основания Это говорит о том Что Ориопитеки Пошли Своим путем Но далеко Не дошли Потому что Их съели Эволюционисты Хищники И так Дорогие друзья Жалко Что в этой Дискуссии Не могут Поучаствовать Китайские Эволюционные Антропологи В дискуссии Междуамериканской Европейской Антропологической Школы Которые Рады Было Предложить В качестве Предков В общем-то Человека Ископаемые Гигантские Обезьяны Гигантопитеков Которые Обнаружены В Азии На территории Современного Китая А также Других Обезьян Которые Там Ископаемые Жили В эпоху Миоцена Именно Такую версию Почему Китайцы Молчат Почему Они не Предлагают Предки Теорию Полицентризма Франца Бандерайха Который Сам был Австрийским Этническим Как говорится Выходцем Из среды Определенного Так сказать Национального Меньшинства В Австрии В общем-то Взял На вооружение Нацист Гитлер Но его Гигантоидная Теория В общем-то Гигантоидная Теория Это обозвали Уже потом После войны Происхождение Человека От азиатских Гигантопитеков Было Жестко Раскритиковано Учеными Эволюционистами И Вандерайх На вечные Годы Среди Так сказать В мозгах Умах Эволюционистов Испортил себе Репутацию Вероятно Китайские Эволюционисты Не хотят Вторично Поступать Так сказать Наступать На те же Грабли Но не хотят Их можно понять Потому что В общем-то Судьба Вандерайха Не улыбается Им В общем Хоть и хороши Как говорится Были свежерозы В смысле Так сказать Зуба Гигантоидная Теория В Юго-Восточной Азии В Китае Но В общем-то Зуб Не по зубам Китайским Антропологом Это все Не по зубам Такое ощущение Складывается Лично у меня В общем-то Ну что же дальше А дальше В общем-то Возникает вопрос Что делать С гориллами И шимпанзе Которые передвигаются В основном На четвереньках Они их забыли И те Другие Пятые Десятые Опираясь На костяшки Пальцев Рук Они встали На четвереньки Вторично Однако Эта инволюция Регресс Который Эволюционисты Признавать Не хотят Но признает Ее Белов Один Может быть Из многих Как говорится Не эволюционистов И вообще Как говорят В общем-то Совершенно Неправильный Как говорится Ученый Потому что Он Верит В эволюцию Вернее В инволюцию Регресс Заметно Увеличилась Массивность Проксимальных Фаланг Пальцев На которых Происходит Основной Упор При опоре На землю То есть Вы обратите Внимание Вот эти Пальцы У горилл У шимпанзе Они увеличились Вот эти Проксимальные Самые первые В отношении К телу Так сказать Фаланги Они увеличились А почему Они увеличились Да потому что На них Опираются Как на согнутые Кулачки Обезьяны Когда идут Как на костыли В общем-то Как опор Руки Как опоры Заметно Уменьшилась Длина Дистальных Фаланг То есть Вот этих Вот Как говорится Трудовая рука Она характерна Большим Так сказать Увеличением Вот этих Дистальных В общем-то Длиной Этих Фаланг В общем Потеряли Потеряли Предки Горелы Шимпанзе Трудовую руку Рука Перестала Использоваться Почему потеряли Как манипулятор А стала Использоваться Как простая Подставка Под тело Под туловище С передней С передней С передней Стороны Трудовище Там Где Рожа Там Передняя Сторона Трудовище А где Зад Там Задняя Сторона Трудовище Дорогие Друзья Кроме Того Заметно Уменьшился Большой Палец Это Человеческая Как говорится Рука Может я Мне туда Показал Это Шимпанзе Вот эти Увеличенные Фаланги Сравните Современный Человек Его Промаксимальный Увеличенные Фаланги У гориллы Шимпанзе И что Это Такое Как ненаследование Благопределенных Признаков Будете Ходить Опираясь На четвереньках Опираясь На эти Костяшки В общем То Вы Заработаете Со временем То есть Благоприятный Признак Передается По наследству Где Естественный Отбор Который Отбирает Наиболее С толстыми Фалангами А наиболее С менее Фалангами Уничтожает Спрашивается Эволюционисты На этот вопрос Не отвечают Вот Человеческая Рука Вот Рука Шимпанзе А вот Рука Гориллы И обратите Внимание Какой Большой Палец Стал Маленький Да потому Что Он не Противоставляет С остальным И не зажимает То что Можно зажать Деньги Так сказать Вкусности И в общем-то Горло Противника В общем-то Ничего Не зажимает Он в общем-то Обезьяны Надеются На свои клыки Благоприятные То их Можно показать Улыбнувшись Как говорит Соседу А можно Пустить в дело А можно Ими почесать Допустим Спинку Благоверной Супруги Если она Конечно Благоверная Благоприобретенный Признак Большой палец На стопе В общем-то Пошел Своим путем Этот путь Был не похож На путь Большого пальца На кисти Бывших людей То бишь Так сказать Превращавшихся В шимпанзе И горилл На стопе Бывших людей Активно Осваивающих Древолазание Вот в чем дело Все больше Он стал Отводиться В сторону Для удобства Схватывания Стволов Деревьев И плюсневая Поперечная Складка Вернее Связка Между большим Пальцем А остальными Она постепенно Стала растягиваться Потому что Палец Но не все же Растягиваться И растягиваться Наконец Что долго Растягивается Там где тонко Там и рвется В общем А затем Исчезает И вовсе Как препятствие Для хватательной Функции стопы Параллельно С этим В общем-то Разрабатывался Шарнир Вот этот Вот сустав Между Так сказать Уже Основой стопы И первой Плюсневой костью В общем-то Он тоже Разрабатывался Потому что У человека Как мы понимаем Дорогие друзья В общем-то Есть Есть запреты На На то Что В общем-то Отводить его В сторону Этот палец И здесь Мы видим Дорогие друзья Что В общем-то Где-то Потерялся Самый важный Момент Современные Человкообразные Обезьяны И прямоходящие Европейские Ископаемые Обезьяны Это бывшие Люди Активно Независимо Приспосабливающиеся К древолазанию И происходят Они От разных Популяций Людей Многократно Появляющихся И живших На нашей планете Так что Эволюционные Антропологи Не спорьте В общем-то Человек С Икс Появился Давно Несколько Миллионов Лет назад Человек С Икс С Икс Появился Чуть позже А человек С Икс С Икс То есть Карманион В широком смысле Этого слова Породило уже Современных Людей Которые Заметно Отличаются От этого Человека И в общем-то Это понятно Разное Время Люди Заселяли Нашу Планету И в разное Время Превращались В прямоходящих Либо четвероногих Человекообразных Обезьян И спорить Бессмысленно Чья Обезьяна Лучше И кто Произошел От какой Обезьяны Европейцы Китайцы Или Так сказать Американцы Вкупе С африканцами Так что Вот Дорогие Друзья Всего Доброго Как говорится Не засиживайтесь За чтением Эволюционной Макулатуры До свидания